Самый неподходящий момент, а именно когда на берегу ждет кран, чтобы нас поднять, мы не завелись, потому что сел аккумулятор. Пытаемся подключить резервный. Как вариант, у нас еще есть возможность завестись с ручки, как старые запорожцы. У нас есть третий вариант, можно подключить береговое питание и подключиться от зарядника. Подключили обратно береговое питание, будем пытаться завестись от него. Вон там вот кран, уже поднял одну лодку, сейчас готовится поднимать вторую, по идее потом мы, а потом вот это вот яхта с названием Вега. А мы не можем никак завестись. Смотрите, какое солнышко здесь. На самом деле, здесь солнце высоко уже не поднимается. Может, бензин закончился или нет? Да, нет, он никакой. Я с ручки ни разу не заводил, поэтому не знаю, как это делать. Неожиданный сюрприз, первый раз такая проблема. Может, я вчера неправильно его выключила? Там вот лодочка Шипман уже в процессе подъема, как раз таки уже вытаскивают ее из воды. Видите, я вставил ручку. Я вставил ручку, потому что к этому херню нужно познать, этот рычажок. А ты это где-то читал? Инструкция читала. Ну хорошо, что ты прочел, а то б не знали. Мы этого никогда не делали. Я вставил ручку. Шипман уже поднялся, сейчас обсуждаются, а мы все коряче все. Нам пришлось пропустить весну вперед, вот она как раз таки идет в сторону края. Мы никак не заведемся, не получилось у нас вручную завестись. Вот нам одолжили вроде как заряженный аккумулятор, будем пытаться подключиться к нему. Мы все-таки завелись с помощью одолженного нам аккумулятора. Очередь, конечно, свою уже пропустили, там уже весна, мать, что-то мило. Ты дымишься. Смотрите, Витя дымится. Да, правда, даже на видео видно. А наш оказался разряженный, да? Наверное. Убирать? Или он тяжелый? Тяжелый. Это как резервный, да? Ну, один сервисный, другой резервный. А сервисный это что? Ну, сервис, ты знаешь, что основной для которого работает все электричество. Ага. Ты их просто снял? Да, я их снял. То есть у нас есть третий. Ага. Который старт. А, то есть у нас есть третий. И нифига ничего не помогло в критический момент. Ну, потому что, блин, высадили все. Ну, вот мы уже и припарковались к плавающему причалу, где будет проходить подъем. Вот и наш киллблок. Мы его взяли в аренду на эту зиму. Но выглядит достаточно прочно. Витя сейчас снимает гиг. Готовится опускать мачту. Вот смотрит на меня, зовет. Пока я выполняю очень важное поручение держать мачту, чтобы она не упала, Витя пытается сломать автоштаг. Сказал, что пытается что-то открутить, но, по-моему, по виду что-то сломать. А я осторожу мачту, чтобы она не упала. Вот такое у меня ценное задание. Правда, что делать, если она другую упадет, мне так не сказали. Редкий случай, Витя к нам не своей пятой дочкой. Уже за это можно поставить лайк. Там все никак не уложат, Шипман. Автоштаг уже снят. Форштаг тоже висит. Ослабленные. Боковые ванты. Витя заканчивает этим заниматься. И мачта у меня останется почти в руках. Ну, шучу. Конечно, на четырех маленьких вантах. Нет, если держишь, я могу все ванты снять. Я не уверена, что я удержу, поэтому не надо. У нас место на самом краю. Сейчас напугали сильными ветрами. В прошлом году какая-то лодка здесь вообще упала. Сломала мачту. Ну, мы будем стоять без мачты. Надеюсь, нас это спасет. Сейчас будем снимать мачту краном. Если честно, никогда это не делали. Вот так ее подцепили. Невозможно завалить, я наставляю. А, пусть не видно так. Вот так ее подцепили. Чуть не двинули своей мачтой лодочки стоящие на берегу. Хорошо, что поймали. Вот так. Корма какая-нибудь! Метки, треугольники есть там? Не-не, уже давно перекрасивались. Так, подожди. Так, привет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так выглядит наша яхта Поднялся ветер Ощущается ветерок Мы заканчиваем Складывать вещи Все увезти за раз не удается Потому что в машину тупо не лазит Видимо придется еще раз приезжать Тогда во второй раз и накроем